Лидия Крепкова Те переписчики, которые ходят по домам лично, в основном работают в парах. Обязательно носят с собой удостоверение, жилетку, сумку с планшетом и тетрадкой. За день одна группа успевает опросить жителей нескольких многохвартирных домов. Перепись населения проводится активно. Для чего она нужна? Для того, чтобы государственным органам для разработки социальных программ было хорошо известно, сколько жителей живет в России, как они живут и кто живет. Для того, чтобы пройти перепись, необходимо гражданину практически ответить только на вопросы. Я обращаю внимание, что даже паспорт не требуется. Для Татьяны Кемцевой это первая перепись, в проведении которой она участвует. Говорит, что в основном жители встречают хорошо. Отказывают лишь те, кто будет проходить эту процедуру на госуслугах, либо уже самостоятельно записал себя в МФЦ. Не обошлось и без курьезных случаев. Мы с коллегой по переписи пошли в многоквартирный дом. Там молодой человек. Мы спросили, будет ли участвовать в переписи. Он сначала не очень захотел в этом участвовать, но в итоге вышел. Мы спросили, как вас зовут. Он сказал, Снежинка и засмеялся. Мы сказали, что мы пишем с ваших слов и начали заполнять анкету. В итоге он тут же раз сразу и представился. Перепись населения стартовала 15 октября и завершится 14 ноября. О том, как можно принять участие в этой процедуре, указано на сайте администрации городского округа Химки.